Полностью потушить пожар в торговом центре «Бум» огнеборцам удалось только почти 12 часов спустя. Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило около половины второго ночи на 19 ноября. В считанные минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы. Сегодня в час 28 на центральный пункт пожарной связи города Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Бум» по улице Русской, 74А. По прибытию к месту вызова через 3 минуты первого подразделения было установлено, что пожар произошел на четвертом этаже с северной стороны здания. На место пожара были вызваны постразделения согласно второго ранга пожара. Организовано тушение пожара на четырех боевых участках. На тушение пожара подано четыре ствола А, два лафетных ствола. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать только к половине девятого утра. Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров. В результате пожара обрушился третий этаж торгового центра. По версии сотрудников торгового центра, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона в китайском кафе, расположенного на верхнем этаже здания. Однако настоящие причины случившегося еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Напомним, после трагедии в Кемеровском торговом центре Зимняя Вишня во Владивостоке проверяли все крупные торговые центры, в том числе и БУМ. 17 мая судебные приставы закрыли этот торговый центр из-за отсутствия автоматической системы пожаротушения и дымоудаления, неисправной пожарной сигнализации и других нарушений пожарной безопасности. 1 июня суд разрешил возобновить работу торгового центра после устранения нарушений. 3 июля судебные приставы опечатали спорткомплекс «Восход», находящийся в помещении, примыкающем к торговому центру, из-за нарушений норм противопожарной безопасности. 3 августа запрет сняли. На этот раз пожар в торговом центре обошелся без трагических последствий. Косвенно пострадавшими остались только горожане, которые спешили утром на работу. На улице Русской в районе торгового центра образовалась огромная пробка. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.